Девушки отдыхают С помощью абортов колоссальными темпами, а исламское население наоборот, особенно чеченское, там вот не принято детей убивать. Чисто статистически я могу на калькуляторе посчитать, когда это произойдет. И среди них бывают такие люди, просто с точки зрения Евангелия даже, ну, наиблагороднейшие, наивоспитаннейшие. Ну, в метро. Кто тебе первый уступит место? Конечно, мусульмане. Да вы что? Да. А когда вы в метро-то были последний раз? Ну, я периодически езжу, когда вот попадаю в пробку, я бросаю машину с водителем и доезжаю до метро. Вот на какую-нибудь встречу, вроде как с вами там. А сами вы когда-нибудь бывали на мусульманской службе? Один раз. Не тронуло это вас никак? Не почувствовали вы что-то? Нет. То, что я почувствовал, что люди молятся Богу, это я почувствовал. Но потом почувствовал их благоговение. Ведь у нас учитель в институте, он говорил, что умный и у дурака может чему-то научиться. А у дурака и умного ничего не возьмет. Так вот, очень многому можно современному бывшему комсомольцу 60-х годов научиться благоговению у мусульман. Потому что у них это сохранилось в большей степени.